Музыка инкогнито Быть может, вся природа – мозаика цветов? Быть может, вся природа – различность голосов? Быть может, вся природа – лишь числа и черты? Быть может, вся природа – желание красоты? У мысли нет орудия измерить глубину Нет сил, чтобы замедлить бегущую весну Лишь есть одна возможность Сказать мгновенью «стой!» Разбив оковы мыслей, быть скованным мечтой Тогда нам вдруг понятна стозвучность голосов Мы видим все богатство и музыку цветов А если и мечтою не смирить глубину Мечтою в самых безднах мы создаем весну Субтитры создавал DimaTorzok Таинственный мираж неизменно прекрасного и бесконечно изменчивого Живущий в сознании Константина Бальмонта Мне кажется, так тонко улавливает И почти адекватно передает в «Серенаде весне» Композитор Татьяна Смирнова «Серенаде весне» – одна из ее многочисленных зарисовок природы Мне кажется, что пейзаж, да, пейзаж – это прекрасно Если наблюдать его, так сказать, его рассматривать Чувствовать аромат этого пейзажа Это краски, это сродни живописи, это сродни и поэзии Но все-таки мне думается, что пейзаж – это всегда внутреннее состояние и человека То есть не просто пейзаж наблюдения, может быть, в музыкальном сочинении А пейзаж – переживание, пейзаж – субъективное начало имеющее Вот если с этой позиции, то я с вами согласна Что достаточно много у меня пейзажных, так сказать, зарисовок Но они не просто пейзажные И сквозь призму природы все-таки человек Все-таки человек, его состояние, его размышления, его внутренний мир Но через природу Я бы такой ракурс взяла бы Ну вот, скажем, в той же Сиренаде Визне голос Габоя – это голос как бы самой природы Совершенно объективный голос Объективный, прекрасный голос природы А голос Веланчелли – это уже человек, это состояние человека Это его настроение Играет музыка КОНЕЦ 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 У меня два моих, так сказать, любимых состояния – созерцать горы и созерцать море. И даже вот в творчестве как-то у меня родился такой диптих. Первая часть диптиха – это симфоническая такая картина, но я называла ее симфония-концерт для духовых, ударных и арфы. Музыка моря. Это была первая часть диптиха. Ну, море у меня особая любовь с детства. Я человек морской, я считаюсь, потому что ни одного года не проходит у меня без моря, и я все-таки всегда к нему возвращаюсь. И всегда вижу его разным. И всегда это такое состояние души, когда, знаете, вот идет на тебя какой-то вал, огромный вал впечатлений. Ты смотришь на море, и у тебя бесконечно меняется его внутреннее наполнение, его внутреннее состояние. Вот, наверное, недаром и Римский Корсаков, и Дегюси, и масса-масса творческих людей обожал этот организм природный, потому что действительно он удивителен, он всегда разный. Так же, как и горы. Когда ты идешь в горы, это, знаете, в тебе какое-то нарастает волнение. С одной стороны, волнение вот от величия, от того, что ты, в общем, маленькая песчинка вот среди вот этого величия отрогов гор. Ты созерцаешь это. С другой стороны, горы как что-то необыкновенно недоступное. Это та вершина, к которой тебе надо идти, идти, и ты знаешь, что ты все равно не дойдешь. Это вот тысячи и миллионы ступенек восхождения. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертания вдали, И какие-то звуки вдали раздавались, Вкруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, И сиянием прощальным, как будто ласкали, Словно нежно ласкали отуманенный взор. И внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали. КОНЕЦ Для меня горы — это дух. Это, прежде всего, горний дух. Это высота, которую человек всю жизнь идет к ней, Потому что это же можно понимать по-разному. Горы как не только, как говорится, Высокая цель человека, Но горы как тот самый высокий дух, К которому человек все-таки стремится всегда. Достигает он этого или не достигает, Это уже в силу разных обстоятельств Всегда его возможности. Но вот стремление к этой высоте, Стремление к этому духу, К этому, наверное, величественному, Гордому духу, Для меня горы — это действительно Всегда имели большое-большое значение. И всегда я туда стремилась. Это очищение, своего рода катарсис, Когда ты восходишь, Когда ты поднимаешь свой дух немножко выше. Это может быть и так. Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, для художника здесь Масса размышлений таких философских возникает. Безусловно, безусловно. У меня, почему я начала говорить, Музыка моря когда-то, так сказать, Возникла несколько лет назад, А потом я не могла, Чтобы вот в мое состояние души Не легло в основу, И мои размышления, В основу музыки гор. Потому что потом возникает у меня, Вот я совсем недавно закончила, Симфония гор. Она тоже была для этого состава написана, Для духовых, арфы, контрабаса и ударных. Вот странный вроде бы состав. Казалось бы. Но вы знаете, Почему-то у меня с давних пор Ассоциация духовых инструментов, Их множественное начало такого, Вот ассоциируется с чем-то вершинным горным, Даже как и море. Вот у меня почему-то это слышится В такой краске. И это не просто потому, Что есть такой состав интересный, Вот я специально... Нет, вот именно состояние души, Которое возникает, При том, когда ты наблюдаешь море, И когда ты входишь в горы. Симфония гор. Вторая часть диптиха Татьяны Смирновой Существует пока что в партитуре. Она еще нигде не исполнялась. Мы слушаем первую часть этого сочинения Музыку моря. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Почему все-таки флейта? Вы обращали внимание на то, что вы к этому инструменту как-то особенно тепло относитесь. Конечно, флейта – очаровательный инструмент, и многие его любят, наверное, каждый по-своему. А вот в вашем сознании что значит этот голос? Какие он струны затрагивает? Флейта, на мой взгляд, она очень близка к какому-то внутреннему голосу, который есть в человеке, который всегда человеку подсказывает, как в жизни надо ему поступить, что главное, что с ним произошло. Это всегда внутренний голос человека. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Когда я эту музыку слушала, у меня создалось впечатление, Что это такая серия пейзажей, но пейзажей почему-то не русских. Вдруг я слышу в серенаде весне что-то такое северно-норвежское, гринговское. Вот как-то наталкивает на какую-то танцевальность гринговскую. Вдруг я слышу какие-то восточные интонации, как будто мы в горах Кавказа оказались. Такое ощущение, что это такая цепочка пейзажей, которые появляются в вашем воображении, и рождены они природой разных стран, разных мест, земли. Ну, как человек творческий, как многие творческие люди, я люблю путешествия. Я, как и любой человек, очень любящий путешествия, ну, естественно, читаю. Читаю много. Там путешествовать мне приходилось, может быть, не слишком много, хотя, в общем-то, все-таки бывало. Бывало и в нашей стране во многих, так мне везло, очень во многих регионах нашей страны бывало. Вот, и за рубежом бывало достаточно, тоже все-таки в некоторых интересных странах. Вы знаете, вот я вспоминаю одного музыканта, не обязательно бывать в стране. Вспоминаю, я однажды беседу с одним музыкантом, который знал все досконально. Вот как дорога идет туда, через какие города он проезжает в этой стране. Он мог рассказать любой путь. И когда его спросила я, вот вы счастливый человек, вы были и в Австрии, и в Германии, и в Японии, и все. Деточка дорогая сказала, нет, я нигде не был. Я говорю, а как же вы изучили? А я брал карту, и я читал книги, и я путешествовал. И у меня было такое абсолютно полное впечатление того, что я везде своими ногами исходила. Поэтому мне думается, что вот это состояние души, когда ты хочешь раскрыть для себя какую-то страну, какую-то культуру, это замечательное состояние души. Оно всегда бывает при тебе и в тебе. И тогда невольно раскрываешь для себя очень многое. Ну, в частности, скажем, в Японии я не была, но издавна, еще с детства, я интересовалась японской культурой. Мне очень нравились стихи, мне очень нравились древние японские поэты. Я читала много поэзии, брала книжечки, изучала их. Возникло первое сочинение, вокальный цикл для голоса и струнного оркестра. Вот эта тема меня волновала. И я все время снова какие-то переводы доставала, читала. Мне было интересно. И так возникли японские акварели для инструментального ансамбля. Потом они исполнялись в Японии, и вот ансамбль барок выиграл. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Это сочинение имело успех. Японцы приняли его как свое. И, как рассказывали музыканты, прослушав, они долго сидели, слажив ладони и наклонив головы, как бы не выходя из состояния медитации, в которую эта музыка их погрузила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки, когда в нас тянет к каким-то сторонам, для нас существует какой-то образ, часто воображаемый, созданный нами, о той или иной стране, о том или ином народе и культуре. Ведь свои знания мы еще немножко дополняем воображением, так ведь? И, может быть, где-то что-то и присочиняем в своем воображении. И это позволительно, наверное. Вот чем для вас так Япония притягательна? И что главное в этой стране для вас так всегда было любимое? А вы знаете, вот эта страна для меня притягательна тем отношением к традиции, которая для меня свята. И мне думается, что осознание, ощущение, частицы вот этой высокой традиции в Японии необыкновенно имеет, ну, как бы, хранительную грамоту, как когда-то сказала Пастернак. Действительно, хранительную грамоту, потому что это состояние души японца. Он чтит, свято чтит то, что было наработано поколениями, то, что было создано великими умами, понимаете? И в поэзии, и в живописи. Говорят надо о консервативности японцев. А я не считаю, что это консервативность. Если это консервативность, то это прекрасная консервативность. Потому что он понимает и расценивает свое, так сказать, творчество в лоне традиций и далее развитие этой традиции. То есть он понимает свое место вот в этом большом потоке традиций. Да, потому что раньше русский человек понимал свое место, да, вот в этом величии соборного искусства, соборного творчества. Да, совершенно верно. И то, что потом было потеряно. Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, какой пейзаж вас вдохновлял, когда возникла вот эта пьеса под названием «Сакура цветет»? Что вы видели или слышали, или воображали? Вы знаете, я вообще очень люблю поэзию, это само собой, и много читаю. Но мне очень дорог, может быть, облик поэта Константина Бальмонта или Бальмонта. Вот по-разному, с ударением разным, но вообще-то стали Бальмонта говорить, да. И вот, кстати говоря, Константин Бальмонт был очень большим поклонником тоже Японии. Он бывал в Японии и не раз бывал. Его там очень ценили. И кроме того, что он очень много интересных переводов сделал японских поэтов, и древних поэтов, и современных поэтов, он еще замечательные стихи написал в Японии. И вот, вы знаете, мне кажется, что вот эти стихи очень сородни тому настроению, которое вот есть в этой пьесе. Вот я могу сейчас много так немножко припомнить. Например, мне очень нравится, как он говорил, Япония. Япония — основа солнца, корень света. Прими от русского поэта его струны певучий зов. Мне люб твой синий небосклон и древо вишни в часть рассвета. Говорит Сакура, это вишня. Твоя весна светла, как лето, резьба всего, узорный сон. Вот мне кажется, что Бальмонт почувствовал, необыкновенно почувствовал тонкость, прозрачность, узорность японской поэзии. Вот самой поэзии, самого слога японской поэзии, высокого слога японской поэзии. И вместе с тем по-русски очень услышал это все. Или, например, такое у него ссорение есть. Мне памятен любимый небом край. Жемчужную он раковиной в море возник давно. И волны в долгом хоре ему поют. Живи, не умирай. Живи, свети, цвети, люби, играй. Ты неверным сердцем солнца в договоре. Тебя хранит весь в боевом уборе влюбленный в корень солнца самурай. Вот он подчеркивает все время именно море, солнце, вот эта вот узорность, листвы необыкновенная. Весь остров, как узор живого храма, взнесенный ирис, как светильник нем, как слово песни, чаша хризантем. Окно в простор, в нем золотая рама, поля, сады, холмы и надо всем напев тончайших линий фуджияма. Причем не фуджияма, как вы привыкли, а он, значит, специально фуджияма. Потому что лексически ближе к японскому языку. И, вы знаете, вот действительно образ данной Бальмонта, мне кажется, вот как нельзя лучше и чище, и точнее характеризует вот японский стиль. Действительно, он как прекрасная инкрустация в раме. Я пыталась ветки сакуры услышать и увидеть вот это вот необыкновенные, тончайшие переливы внутреннего состояния. Потому что дерево как человек. Дерево как человек, где, как говорится, внутреннее, оно сокрыто для поэта, для музыканта. Но оно есть, и оно основа вот этого всего прекрасного. Внутреннее состояние души. Вообще, вот у японцев очень чтится и, самое главное, душа, состояние, тонкость души. Я вот сейчас помнила, знаете, еще одно стихотворение, очень интересное, ну, 20 века уже. Вечерние дали, тоскует в лето, вздыхает ветер, качая иву. Жемчужные тона картин венецианских. Мне так же нравятся, как темные цвета богинь египетских, видений африканских, и так же, как ночей норвежских, чернота. Что в мире я ценю? Различность сочетаний. Люблю звезду морей. Люблю змеиный грех. И в дикой музыке отчаянных рыданий я слышу дьявольский неумолимый смех. А скажите, а как вот в этом ряду возникают богатыли? Ну, безделушки как будто бы. Ну, вот эти вещи слушаешь, мне кажется, что они тоже наполнены ароматами природы, звуками, ощущениями. Вы правильно ощутили, хоть это и безделушки в переводе, но все-таки, если внимательно послушать, это три таких, три пьесы, три зарисовки, в которых услышана где-то музыка южных стран, я бы так сказала. Там нет цитат совсем никаких. Но, на мой взгляд, это было через пять или шесть лет после моего путешествия в Италию, в эту прекраснейшую страну. И все, что для вас, Италия. Вот вы не зря сказали, Италия — это необыкновенное что-то. Кусочек зимы. Это так трудно выразить. Это струны души, которые, понимаете, в упоении поют. Я бы так сказала. Это удивительно захватывающе. Вот мир там совершенно общение людей другое. Это вот южная вот эта вот такая манера говора, яркость красок. Как перламутр, понимаете, переливающаяся такая природа. И вот и музыка такая же. И все поет. Язык изумительно красивый итальянский. Изумительно красивый язык. Вот я люблю и немецкий язык, естественно, свой русский язык. Но итальянский язык — это сама мелодия. Это уже признано в мире давным-давно. Что петь на итальянском языке легче, чем на любом другом языке. Потому что это природа вокала. Это природа мелоса. Это природа души поющей. Поэтому для меня Италия очень многое. И потом южный характер. Это очень интересно. Он весь из противоречий. Он весь взрывчатый. Он очень такой... Ну, он как природа сама. Солнце носный. Италия. 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 КОНЕЦ Еще одно воспоминание об Италии – флитовый концерт Татьяны Смирновой. Удивительная способность русских музыкантов – прочувствовать, понять и полюбить чужую культуру как свою. Вспомнишь и испанские овертюлы Глинки, и итальянское капричо Чайковского, и множество подобных музыкальных воспоминаний и фантазий. Эту традицию продолжают сочинения композитора Татьяны Смирновой. Напомню, звучит ее флитовый концерт, вдохновленный солнечными пейзажами Италии. Татьяны Смирновой. Вы как-то воспринимаете окружающий вас мир и природой, и творчеством очень по-своему, мне кажется. И все-таки вот до конца мне не совсем ясно. Вот эта мысль, которую вы вначале высказали, что пейзаж для художника – это повод выразить себя. Такую мысль высказывали многие художники-пейзажисты. Что пейзаж – это не просто созерцание, не просто фотокопия, иначе не нужна была бы живопись или искусство, а это способ выразить какой-то строй собственных мыслей, чувств, ощущений, переживаний. Для вас всегда ли ясно, где вот эта грань, вот эта взаимосвязь объективного, существующей вне тебя картины, этой вечной природы, которая будет без нас, и была, и будет, и есть, а мы лишь ее крошечная частичка. И тебя в этой природе, в этом пейзаже, в этой жизни, в этой стихии – вот этот контакт или неконтакт? Как он возникает? Что для вас он значит? Вот эта грань очень, знаете, такая, я бы сказала, как светотень. Грань, которая высвечивает в определенные моменты то в природе, которое тебе дает вот это данное состояние. И грань очень зыбкая, потому что для меня, например, природа, вот действительно, то самое редкое состояние гармонии, которое есть в природе, она навевает мысль, что человек, он, в общем-то, существо очень, на мой взгляд, негармоничное. Слыхное. Да, понимаете, оно очень несовершенное существо, человек. И он только на природе может, или и через природу может обрести вот эту вот гармонию в себе. И мне думается, что природа – это не только возможность вот обрести вот такое равновесие, душевное состояние, но и зоркость глаза. С помощью природы мы можем обрести мудрость, потому что природа мудра. Вот для меня вот это так. Субтитры создавал DimaTorzok Я когда-то был сыном земли. Для меня маргаритки цвели. Я во всем был похож на других. Был в цепях заблуждений людских. Но земную печаль разлюбив, разлучен я с колосьями Нив. Я ушел от родимой межи за пределы и правды, и лжи. И в душе не возникнет упрек. Я постиг в мимолетном намек. Я услышал таинственный зов, бесконечность немых голосов. Мне открылось, что времени нет, что недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет. КОНЕЦ Мы назвали эту программу «Пейзажи Татьяны Смирновой». Прозвучало интервью с композитором и фрагменты ее сочинений. Стихи Константина Бальмонта читал артист Виктор Мищенко. Режиссер Татьяна Савинова, автор и ведущая Ирина Зимина. Программа «Музыка инкогнито». Режиссер Татьяна Савинова, автор и ведущая Ирина Зимина.